Здравствуйте дорогие друзья! Это моя еще одна очередная новинка. Просто Кэтрин Дэмяу пришла раньше на неделю, а потом она ждала Инвизибили, так как Инвизибили я именно купила для своей новой Кэтрин Дэмяу, новый Скайр Мастер. И это тоже кукла Инвизибили из этой же коллекции, из новой Скайр Мастер. Поэтому я решила делать их парой. В мультике он влюблен вроде в Скару Скримс, но у меня такой куклы нет и никогда не будет, потому что такие куклы слепые, без глаз, мне не нравятся. А также куклы Русалки, куклы Кентавры, куклы с восьми руками, с двумя головами, с копытами, с хвостами, ну в общем я уже говорила, то есть или с одним глазом. Это все уже уродские куклы, но на вкус и товарищ нет. Кому нравится, тому нравится. Мне лично нет. У меня еще с Инвизибили произошла такая история, что он выехал, мне дали информацию о нем, все шло хорошо, трекинг-код дали, все это через два дня после того, как я заказала его. Вот, и последняя запись 21 августа, как он выехал из Екатеринбурга, из сортировочного центра, там было 4 информации, вот, и последняя 21 была. И все три дня не было никакой информации. Ни в понедельник 22, ни во вторник 23, ни в среду не было никакой информации. В общем, я думала, что он потерялся в пути. Я зашла потом на почту в четверг с утра, спросила, мне сказали, что нет посылки на меня, сказали только какое-то письмо или бандероль, это с наложенным платежом. У меня нет никакого письма, ко мне посылка должна прийти была, вообще это странно было. И я уже, как бы, расстроенная поехала на работу. И вообще, как бы, думала, все, больше его ждать не буду. Он, наверное, потерялся все-таки. Только я приехала на работу, и через час приходит ко мне на почту письмо, что он уже находится на месте вручения, на почте, на моей. А у меня почта находится возле дома, в двух шагах, прям, буквально. И я не хотела ждать до конца работы, потому что время было 10. Вот как раз мы с 10 до 6 работаем. И я написала на своем зоомагазине, то есть это не мой магазин конкретно, а я работаю у своей младшей сестры и ее мужа. Я написала там перерыв 30 минут и поехала за инвизией. И все это время у меня был такой мандраж, что только меня сестра и ее муж там не позвонили, не обнаружили, что меня нету. Вот. Ну, а покупатели, ладно, там написано же 30 минут подождут, ничего страшного. Вот. И я, то есть, доехала за 10 минут туда и вернулась. То есть, заняла практически 30 минут. То есть, забрала посылку и вернулась. Никто меня не хватился, я ее не обнаружил. То есть, все нормально. Но зато так переживала, что уже думала, все, как бы, не приедет. И я еще даже решила, что так как он сын человека-невидимки, он передвигается в невидимом виде. Вот такое, как бы, приключение у меня было с инвизией Билли. Кстати, это инвизия Билли, и он у нас сын человека-невидимки. С ним шла вот такая вот тоже вот его дневничок. И, естественно, здесь написано все по-английски тоже. Так как у них все куклы американские в империи кукол, поэтому там все по-английски. Так, вот расчесочка его, которая с ним шла. И вот такая вот папочка, такая же, как у Клодин Вульф у меня из коллекции Страшная Экскурсия, это прям открывается вообще туго, вот, крыло. То есть, можно даже ногти сломать, блин. Вот, такая простая папочка тоже здесь. Вот изображение у нас черепа есть. И все. На арте он вот такой вот, видите, вот нарисован. Красивый, как бы, парень такой, мальчиш-плохиш, как хулиган практически. Вот, а в мультике, который серия одна из «Бедная Скара» называется, там он, как бы, парень Скары, но у меня ее, как я сказала, нет и не будет. Он у меня парень Кэтрин Демяу. Вот. И здесь уже не так, не такая кукла, как на арте нарисована. То есть, у него ноги черные вот здесь нарисованы внизу. Здесь же они голубые. И уже вот здесь вот, как бы, идет такой небольшой брак. Вот, тут отсколупалось немножечко, вот. И это видно. Здесь была еще маленькая точка, и я начала ковырять, и вот такая вот, большая образовалась. Вот. Закрасть это не смогу, если только шить штаны и закрыть. Это все. Вот. Я как бы уже шила штаны, но у меня не получились. Здесь, возможно, буду еще раз шить. Вот. И еще у него ремень вот сюда запаравлен. Здесь же он просто болтается. И еще у него снизу на штанишках вот такие вот, как бы, закатанные они идут. А здесь же их нету. Вот. И шапочка тоже с прорезями. А здесь у него нет. Ну, без прорезей шапочка. То есть, вон как много уже не совпадает с его артом. Но арт вообще очень красивый. Мне понравился. Были бы все такие куклы, как на арте. То есть, очень красивыми. И такими же сделаны, как и в мультике. То есть, точь-в-точь. Вот. Значит, у него одета вот такая вот какая-то фигулинка, фигня, которая вот здесь вот снимается. Это все полностью тоже резиновое. И я не знаю, конечно, что это за фигня такая вот. Вот. Но мне кажется, что-то типа барсеток. То есть, много карманов. И вот так вот они, как бы, сложены все вот здесь в ремне. То есть, здесь даже видно вот тут вот какие-то такие вот рисунки. И вот здесь даже молния нарисована. Но, наверное, все-таки это что-то типа барсетки, которые мужчины обычно носят на поясе. Ну, вот у него вот такая вот фигня. То есть, еще у него есть, конечно же, подставка, что меня больше всего порадовало. Потому что подставок у меня не хватает куклам. Шапочка вот такая у него одета, как я уже сказала. Шапочка, она без прорезей. И очень маленькая. Она не для его головы. То есть, у него голова идет больше, чем сшита шапка. Я эту шапку кое-как натянула. Ну, в принципе, можно тянуть, если постараться. Волосы у него такие вот длиноватенькие. Не такие, как у всех монстров. Или там такие, как у Хита или Дьюса. Они у них резиновые со змеями. У Инвизи Билли волосы прям такие вот настоящие. То есть, ну, как волосы. И они вот до плеч идут. Коротенькие, прям как у девочек практически. Вот. Они у него такие голубые и синие. Здесь у него темно-синие. Здесь вот голубые пряди. Еще у него есть вот такие вот сережки, как гвозди в ушах. То есть, здесь и во втором мухе тоже есть. Просто сейчас не буду ему поднимать, потому что шапочка может сняться. Вот. Больше всего мне, конечно, нравится у него шапочка. Шапочку я у него снимать не буду, но волосы ему помою. Потому что они вот тоже какие-то липкие. Вот. И малость помятые. Естественно, здесь были залачены. Вот. И вот такой вот у него как бы ожирели бусы мужские. Там они сделаны как в виде проволоки серого цвета. Вот такая вот у него тоже одета кофта. Здесь у него даже шнурки торчат. О! Маленькие такие от кофты, типа завязки. Вот. Ну, оригинально здесь прям очень поражает, да, что сделали прям аж даже шнурочки. Могли бы и не делать. А вот здесь, блин, сделали другие ноги и даже здесь не подвернуты штаны. Могли бы и нашить тоже. Нашив вот как вот здесь вот на кофте рукава. Что, сложно что ли ему было? Нашить, лишь бы сделать. На одной руке у него одеты часы вот такие вот серого цвета. И очень приятно, что они здесь до конца, то есть нет никакой прорези. Здесь даже время видно 0.58, ночь. Даже больше, чем полночи. Вот. Практически час ночи. Без двух минут. Вот. Здесь, значит, у него одет вот такой вот браслет тоже. В виде вот цепочек. И тоже весь закрытый. Значит, сзади у него на этой кофте вот такой вот тоже капюшончик. И очень маленький. Что меня тоже не очень обрадовало, потому что он очень маленький. И он, если что, шапку снять, то тоже не натянется. Потому что он, не знаю, на лилипута, что ли. Смотрите, ну, какой маленький капюшончик. Сюда пальцы едва входят. Какая голова-то. Вот. Могли бы же побольше нашить его. Ну, Хантера Хантемена, который с Эшлина Элла идет. Из кукол Эверафтера. У него-то капюшон на куртке. Вот это капюшон. Очень хороший. Вот. А здесь, блин, ни два, ни полтора вообще. Для красоты, наверное, так сделали. Вот. Значит, здесь у него на кофточке завязочки, как я уже сказала. Вот. И вот такая вот кофта, как бы, идет в голубых и черных тонах. Здесь у него рукава идут вот голубые. Дальше пошло все черное. Это все, вся отдельная кофта. Не вместе со штанами. Штаны у него идут, как бы, бриджами. Вот такие вот синего цвета. На поясе у него вот такой ремень белый одет, который, как я уже сказала, просто одет и не заправил. Вот здесь такие штучки. Вот. Ну, здесь меня кто-то смутила прям вот эта штука. Может, я найду все-таки какой-то такой же лак и закрашу, что ли. Ну, прям вообще. Я зря начала ковырять. То есть, она была маленькая, я ее еще чуть-чуть подковырнула. Не думала, что она так сотрется. Вот. Ну, в общем, ноги у него вот такие вот, да. Здесь синие. Здесь вот у него, как бы, идет покрашенным. Вот. Вот колено вот эта часть покрашена. И так как он сын невидимки, поэтому у него, как бы, здесь ноги исчезающие идут. Вот. Они такие, как бы, тоже цвета морской волны, можно сказать. Голубоватые такие. Ну, это бирюзовый цвет цвета морской волны. На ногах у него одеты вот такие вот туфли, черно-белые. Вот. У него есть белые туфли все. И вот здесь вот черные такие. Как бы, раскрашенные носки черные. Некоторые треугольнички. Вот. Сейчас мы тут все увидим. Естественно, инвизибили я буду мыть волосы. Потому что у него, как я сказала, они уже все там лаком покрыты. И немножко слипшиеся. Так. Набью папочку. Ну, вот такая вот у меня еще одна кукла, которая уже сто седьмая по счету. Это у меня кукла мальчик. И, кстати, из всех только монстров он у меня пятидесятый. У меня эверяшек на данный момент тридцать штук ровно, а монстров пятьдесят. Ну, остальные там Барби, Винкс, куклы Дисней. Вот. И в общем количестве у меня их сто семь. Я их считаю. Не то, что некоторые. Задают вопрос. А сколько у вас кукол Наташки-тельняшки? Ой, у меня их больше ста. А сколько именно? Задают сколько именно? А не так приблизительно. Вот я не люблю такие, которые не знают, сколько у них кукол. Я знаю, я веду учет, у меня все записано в тетрадке, когда, чего купила, где, во сколько, там новые имена кукол, которые я им даю, потому что мне их не нравится. Вот. Ну, и всякое такое. То есть я веду учет. Это у меня Инвизибили кукла. Кукла Монстр Хай. Он сын Человека-невидимки. И это коллекция. Новый Скармастер.